приветствуем вас друзья на канале Даниила и Ларисы сегодня приготовим винегрет по технологии SUVID а спонсором нашего выпуска является украинский производитель техники для кухни и в том числе вот это наш герой сегодняшний этот прибор SUVID прибор полностью автоматически программируется на время и на температуру очень классная штука если вы еще не знаете на нашем канале есть обзор этого прибора со ссылкой на его покупку на сегодняшний день стоит три с половиной тысячи уникальная цена официальная гарантия в украине но единственное как бы я считаю негативное такое явление у компании мирта они работают доставка у них работает только по украине вот к сожалению другие страны снг этот прибор заказать нельзя зададите совершенно резонный вопрос а для чего мучиться с винегретом и готовить его по технологии SUVID постараюсь на него ответить вот эти ингредиенты винегрета то есть морковка картошка и свекла они классической классическом рецепте варятся просто в воде соответственно мы получаем насыщенный бульон из этих овощей и в то же время из самих овощей вывариваются масса витаминов и микроэлементов когда мы готовим по технологии SUVID мы получим эти овощи приготовленные но очень нежно очень классно но без воды без бульона они будут готовиться в собственном соку давайте начнем все ингредиенты для приготовления нашего винегрета а также текстовый вариант рецепта вы найдете в описании видео и как вы уже догадались прежде чем овощи отварить мы их порежем сразу же на нужные кусочки для салата вы знаете что нарезка не моя сильная сторона поэтому смотрите режем абсолютно все то есть начались морковки на кубики размером где-то 0 7 8 миллиметра ну соответственно они должны быть с ровной стороной но у меня получаются такие кривенькие но не умею я резать надо пойти на курс резчиков на какие-нибудь кулинарные вот такие неаккуратные кубики получились на такие сейчас нарежем всю морковку после того как вся морковка порезана такую же процедуру проделаем с картофаном и свеклой вот на такие вот кубики точно так же это все дело нарежем должен получиться очень классный винегрет за счет того что овощи не выварятся они получатся очень сочными и сам вкус традиционного привычного салата получится несколько другим я когда первый раз ну когда мы первый раз сделали я попробовал реально был очень удивлен этим вкусом в общем друзья не буду вас утомлять нарезкой сейчас мы все порежем и вернемся после того как все ингредиенты нарезаны приступим к приготовлению в бурят добавим столовую ложку яблочного уксуса это уберет характерный запах и сделает его вкус более приятным хорошенько перемешаем и теперь все ингредиенты отправляем зип пакеты можно было использовать можно и вакуумировать если вы готовите большую порцию или хотите приготовить винегрет впрок то есть вакуумированный можно потом готовый винегрет охладить в холодильнике и когда когда есть желание полакомиться так сказать извлекать нужную порцию из холодильника выдавливаем из них пакета весь воздух и закрываем его такую же процедуру проведу с остальными ингредиентами после того как продукты загружены запускаем наш прибор выставляем температуру 85 градусов 85 и выставляем время 40 минут 40 0 часов 40 минут поехали прибор начал работать и начал нагрев отсчет времени начался не сейчас а начнется с того момента когда продукты вернее когда вода достигнет температуры 85 градусов то есть мы на некоторое время полностью забываем о приборе он сам будет готовить и вот эта характерная особенность чтобы вы не готовили мясо овощи рыбу по технологии сулит с этим прибором вы один раз все запрограммировали выставили и ждете сигнала то есть прибор достигается нужная температура и только после этого начинается отсчет времени ну и также здесь циркуляция воды то есть все на он все у нас будет прогреваться равномерно так ждем по окончании процесса приготовления нам сообщает ай-яй все равно горячая хоть и 85 градусов нам сообщает зубер прибора наши ингредиенты готовы осталось их извлечь переложить какие-нибудь посудинки для того чтобы они остыли и после этого приготовим винегрет далее можем приготовить винегрет и до этого я хотел бы попробовать ингредиенты и рассказать что получилось буряк очень вкусный невероятно сладкий вообще вот когда овощи не вывариваются это мега круто они совершенно другого вкуса морковка тоже очень сладкая вы никогда не получите вот просто отварив морковку на винегрет такого вкуса картошка я думаю обычная хотя нет необычная тоже отличается из нее не выварился крахмал и у нее более яркий картофельный вкус и так можем собирать винегрет можно как я уже говорил собирать порционно поэтому не обязательно его заправлять есть сразу вот как мы и делаем нужно немножко на ужин значит и заправим нужное количество оставшиеся ингредиенты прекрасно будут жить до завтра в холодильнике еще для винегрета часто используется фасоль в этом рецепте не используем потому что фасоль это замачивать заранее и вариться в судите она будет очень долго это часа три займет но в принципе если у вас есть желание винегрет с фасолью только можно приготовить отдельно просто отварить хотя можно и приготовить перемешиваем все составляющие заправляем растительным маслом очень хорошо использовать для винегрета подсолнечное масло первого отжима вот на мой взгляд оно такое с характерным запахом именно с таким правильным запахом подсолнечного масла и получается самый вкусный салат присолим по вкусу можно сервировать и пробовать перед подачей винегрет можно посыпать сверху зеленью но можно и часть зелени вмешать сама мне больше нравится когда зелень сверху ну что ж друзья попробуем восхитительно этот обычный привычный нам салат в таком виде в таком исполнении имеет совершенно другой вкус вкус очень яркий вот особенно буряк морковка это конечно шедеврально поэтому если вы еще не готовили овощи в сувиде попробуйте начать вот с такого салата реально будет очень вкусно ну и если есть вопросы традиционно задавайте в комментариях если нет вопросы просто пишите комментарии давайте пообщаемся друзья с удовольствием вам представляем рецепт винегрета приготовленного по буржузской технологии сувид действительно реально винегрет очень сильно отличается ну а мы готовим будем готовить помощи этого прекрасного прибора какие-нибудь новые еще для вас рецепты если вы хотите что-то конкретное чтобы мы сделали по технологии сувид пишите в комментариях мы будем стараться включить это свой свой план естественно будем готовить для вас много вкусных сыров и колбас всего доброго друзья спасибо за внимание пока